Сейчас подробнее я вам эту жуть показал, но мелко. Если вы знаете, у меня есть подруга моя, из Кемерово, Антонина Скогарева. Это единственная, кто учил детей профессионально заниматься садом. Ну, по методике Железова и с моими семенами, и учила целые классы. Ссервировать, садить, всё-всё было. Прежде всего, она, естественно, телевидение её показывала, и она перед телевидением не опозорилась. А у неё-то альтернативное садоводство, так как у меня, то есть она моя лучшая, одна из лучших учениц. Читаем. 27 августа, Иоанн Валерий Костинович, я находился в Москве и смотрел на зелёное насаждение вашими глазами с болью в сердце. Поняли? Местом посещения была станция метро Новокузнецка, рядом всей площадью Кузбасска. Перед станцией метро поставили деревья большие ёмкости, которые расположены прямо на асфальте. То есть, понимаете, на асфальте. То есть, нет контакта хорней с землей. Листва на них пожухло, стволы покрылись мхом на ранах. Эти 15 деревьев уже не жильцы. На третьем снимке вообще засовшая деревца на площади Кузбасска. Нише там почему-то обмона, т-т-т-т-т-т, на них нет даже листвы. Я не поехал в сад на УДНХ, а я надеялся, что она поедет. Вот. Потому что, наверное, достаточно вас обучаться, то есть, достаточно учиться у меня уже, а не фиксировать печальная картина. Ну, до вас уже, в УДНХ уже без вас уже зафиксировали. Там, этот самый, позор такой, что там памятник Мичурину и совершенно больной сад, посаженный в яму. Вот, вы понимаете? И ходит человек, снимает, вспоминаю, я же показывал, рассказывал. Снимает и говорит, а, сад у взрослых, а яблок нет? Вот так вот. Итак, что получается? Фотографии, которые прислал Скугарева Тони. Вот смотрите. Еще вот. Оно мертвое? Оно умрет или нет? Или выживет? Смотрите внимательно. Вы еще не все видите, я сейчас покажу. Кстати, на дальнем плане. Раз, два, три, четыре. Ну, нам сказали, их 15, пять. Вот. Это все деревья мертвые или умирающие. Так. На них потрачены огромные деньги. Ну, вы согласитесь, что это был спецзаказ? Что кто-то делал вот эти бетонные, эти самые? Может, использовал готовые какие-то бетонные кольца? Может. Ну, факт то, что это все было поставлено. В них были посажены деревья, которые в них жить не могут. Во-первых, их поливать надо. У них же нет контакта с землей. Кто-то же ведь там есть, скажем, в городе. А это Москва. У них есть земельные, эти самые, отделы. У них есть специалисты в земельных отделах. Агрономы, как минимум агрономы. Они должны хоть маленько понимать, но они не понимают ничего. Вот почему нельзя было просто посадить. Вот так тот же квадрат, то есть круг пристворный. Ну, пусть земля будет. Ну, что вам это? Так чище, что ли? А поливать-то его же, не имея контакта с землей, корни никуда не уходят. Они же мгновенно высыхают. Вот оно и высыхает. Ну, или просто умирает от старости. Не от старости, а от болезней. Если крупный план, пожалуйста, сейчас мы с вами будем разбираться. Она взяла, сделала крупный план. Вот здесь, может быть, я бы еще бы лучше бы показал. Посмотрите. Справа сверху огромная рана. Смотрим ниже. Нет, не так. Слева сверху. Вот она, огромная рана. Они делали штамп. Для чего? А им казалось, что так красивше. Ниже, слева, огромная рана. Справа, вот она. Видите курсор? Огромная рана. Так. Справа. Рана небольшая, но она уже гниет во всю. Вон она расширяется. Так. Справа. Огромная рана. А это что такое? Вот, наверное, вы видите? Вот, смотрите внимательно. Вот это зеленоватое. Это есть лишайник. И вот, смотрите. Лишайник. 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 Все равно, лишайник. Здесь прямая связь. Когда дерево было искалечено, когда отрезаны были ветки, начала умирать кора вокруг. Мороз есть мороз. И она начала вокруг мертвичина распространяться. И на мертвичину, заметьте, на мертвичину только здесь. Внимание, связь. Я же кого убеждаю? Вас поздно убеждаю. Рана и лишайник. Рана и лишайник. Вон она, зелень. Справа рана и лишайник. Справа рана и лишайник. Только здесь. В начале рана, потом лишайник. Рана, а потом лишайник. И никогда лишайник на здоровое дерево не накинется. И сейчас брать щетку по металлу, или стамеску, или шпатель. Величайшая глупость. Понимаете? А вот этим вся страна занимает. Учат этим заниматься. Вы знаете, что это такое? Я потом покажу. Вот. Сто тысяч школьников должны были вот это прочитать. Вот. Знай и умей. Юному садоводу. Ну, сто тысяч экземпляров. Мне бы, мои книги по сто тысяч были бы. И вот она, пожалуйста, шпатель. Ну, думать же надо. А зачем думать-то? Не будет этих самых. Не будет книги. Все. Денег не будет. Сто тысяч экземпляров. Неплохо заработал, агроном. Вот это, пожалуйста. Вот. А она молодец. Она это видит. Смотрите. Лишайник только где рано. 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 Не наоборот. И ненависть к лишайникам не имеет никакого под собой почвы. Она глупая. Вот. Она внушена людям, которым шпатель нарисует. И проклянут этот самый. Заставит. Стоит только ее. Вот этот. Он еще защитную функцию вот эту играет. Вот этот вот еще зеленоватый. Этот лишайник играет защитную функцию. Теперь он. Уже раз уж получилось, что мертвичина. Сверху он покрывает ее, как мы покрываем себе платьями, шубами. Закрывает. И сейчас величайшее глупо взять шпатель и содрать. Приблизить смерть дереву еще быстрее. Вот я только так могу описать. Я не умею по-другому. Простите меня. Вот. Ну и вот еще одни фотографии. Даже комментировать не хочу. Вначале делают метровый штамп, а этим уже гробят дерево. Да посадили по-другому. Эти самые. Как это называют? Как это? Еще крупномер называют. Вот такое здоровенное посадят. А она. Ее бы отрезали, половину кроны. Она бы еще прижилась. А видно, что никто кроны не отрезал. Ни одной раны. Ни одной отрезанной ветки я не вижу. Ни одного пенечка. Это значит, что дерево просто-напросто захотело и начало дохнуть. И вот я же написал. Заметьте. Слово хрен. Это я сегодня выкапывал. Меня попросили. На закатку я сегодня выкапывал корни хрена. Так вот напоминаю. Хрен это не мат. Хрен это растение. Которое используется в кулинарии. Да? Вот я и это. Видите? Без всякого мата. За каким хреном нужна школьная биология? Если они самого главного не знают. Ничего не знают. Выходят со школы. Не знают. Выходят с института. Не знают. Выходят с университета. Не знают. Выходят с академии. Не знают. Это что за биология такая? И зачем она нахрен нужна тогда? А вот заучить несколько сотен или тысяч незнакомых терминов. Это я вообще удивляюсь. Которое без перевода. Чуть не сказал. Без бутылки не запомнить. Которое вообще запомнить не возможно. А реальные вещи-то зачем? Почему? Зачем нужна школьная биология? Я думаю, однажды позволит мне кто-то, министр, кто-то там, один из этих. Науки, высшее образование. Президент Академии Новости. Сказал, Константинович, вот ты столько нам молол. Ты знаешь, что-то вроде бы правильно говоришь. Вообще-то мы-то давно думали, что тут что-то не то. Нету садов. Дикоросы ни хрена вырастить не можем. Миллионы каждый год акцию устраивают. А потом миллионы мертвых стоят. Это что такое? Ну напишите нам эту самую, школьную биологию-то, программу. Вот он миллион, мне за миллион бы не взялся. Я все равно деньги все детям раздаю, я тогда с голоду помру. Десять миллионов. Тогда я себе оставлю миллион, остальные раздам, а уже тогда сяду за эту школьную биологию. И ведь сделаю. И программа будет не такая. И глупость сейчас сидеть и эти самые слушать, зевая и играя где-то там в морской бой. Или раньше в морской бой играли. Сейчас тайком проносить эти самые. Попробуй обащеивайся. Трусы можно засунуть этот. Это же самое. Телефон можно в трусы засунуть. А потом сидеть и развлекаться за телефоном. Когда распинается этот преподаватель, зная наперед, что все, что он им скажет, им детям действительно нахрен не нужно. Слово хрен, еще раз говорю, это нематерно. Нахрен не нужно все, что он им показывает. Если даже у него есть компьютер, если у него есть даже демонстрационный экран, если даже у него в руках лазерная указка, выговорился. А я не могу без этого. Мне как... Увижу вот то, что показывает. Несколько... что-то на тарелке. Я должен верить. Не взято дерево сфотографировать. Где это дерево? Так. Вот у меня есть, знаете, в WhatsApp, у меня есть садоводство по железам. Канальчик, да? Там 200 или 300 человек. Ну, появляется во время времени. Вот. Уважаемые садоводы, пожалуйста, скажите, что у меня здесь за это появилась такая жидкость. Или какое-то другое слово применил. А вот, что за капли выделяются на стволе абрикоса, и что с этим делать или не делать? Что за капли выделяются? Вот она названа каплями. Итак, раз 10. Против меня сотни публикаций. Сотни сайтов, сотни роликов, где проклинаются. Причем я единственный, кто во всей стране других пока не встречал. Ну, может, мои ученики где-то спорят с аппадентами. Может быть. Которые уже знают. А это живица. Это лечебная смола. Она настолько лечебная. Кстати, якобы парадонтоз у людей лечит. То есть, отрвал ее и жуй. Вот. Это, к примеру, это лечебнейшая вещь. Это ценнейшее вещество на планете. Но, когда она закрыла рану, к ней подсходить нельзя. Все. На этом дерево вылечено. Посмотрите, где она взяла это дерево, я не знаю. Опять рана. 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 Здесь уже это. Это рану удалось залечить. Я там же и объясняю. Это живица. Народное слово. Это кометь. Научное слово. И это кометь. Трогать нельзя. Дерево залечилось. Вместо этого показывает стамеской. Ну, бывает шпателем, бывает острым ножом, но чаще стамеской. Не просто ее сдирают, обнажая рану, чтобы попал мороз. Они ее учат по-живому вырезать. Вырезать, а потом замазать. Не понимая, что они защитную мазь, или как это, смолу эту защитную, они удалили, и вместо этого зияющая, страшная рана перед зимой. Ну, что это такое? Ну, я как мог, объяснил. Опасня еще раз. А я вкладываю в эти слова эмоции. Потому что я не могу видеть, когда... Вот хорошо, что она спросила, что с этим делать или не делать? Что делать? Не делать. Так. У вас жара и дождей нет. Да, это про меня. У нас в Томске... Нет, у нас уже неделя идут дожди. А у нас в Томске август залило в воде, пипитываться некуда. У меня ваша волочная вишня начала давать корни и ствола на земле 5-7 сантиметров от сырости. Сидит на бугру. Если бы была на ровной местности, то сгнила бы, наверное. Наш человек посадил на бугор. Вот. Но так как у нее сыро-сыро-сыро, у нее еще корни зачем-то из ствола полезли. Выше земли. Во-первых, я попросил этого человека, но он больше не отозвался. Попросил. Сделайте мне фотографию воздушной корней. Для меня это очень важно. Я доказываю, что корни и крона могут расти из клеток, клеточный материал. Это чудо и чудес. Это надо снова изучать. Это микроклонирование. Вот. Причем это прекрасная вещь, которая уже наукой настолько разработана, но производит негодный материал. Но это другой вопрос. Но сам принцип, когда из клеток, внутри клетки, сидит там, в ядрышке, сидит самое настоящее дерево, его прообраз. Пусть оно микроскопическое. Вот. Но при определенных условиях может выбросить корень, вот прям, я их называю воздушный. Оно может выбросить кронус, помню, волчки. На ровном месте с толстой ветки вдруг появляются волчки. Ну, не вдруг, а вынуждены появляться. Кронус. Крона меняется, освежается. Вот. Но, так как это, здесь смысл, я выделил, сидит на бугру. Если бы на ровном месте сгнила бы. Вот это одна тема. То есть, спасибо, он может наш человек. У него в Томске, если бы залила, вода бы, заходила бы в эту ямку, в эту, как я, наверное, в эту ямку, тогда бы все. Уже бы волосся была бы мертва. А у нее на бугру. Это одна тема. А другая тема, что существует страшная тайна, как в каждой клетке у растений внутри сидит взрослое дерево. Причем тут, это уже моя тема любимая, причем тут сейчас Дарвин, причем тут все, что связано с его теорией, когда все постепенно, постепенно появляется клеточка, другая клеточка, третья. Ну, то, что мы назвали эволюцией. А здесь готовая сидит. Откуда она внутри клетки? Вот. А у меня таких примеров. Боже мой. И вот такая тайна, такая загадка. А пользоваться ей мы не умеем. Идем дальше. Вот это мой сад. Вот. Еще раз расскажу. Почему? Короткий век груз связан с двумя обычными причинами. Первое. Садят в яму. Второе. Прорежает в крону. Проредив в крону, получается, что влага с неба течет по стволу. Ствол сгнивает. Он терпеть ненавидит влагу. Об этом никто не знает. Я уже сто раз показывал и гниющие штамбы показывал. Вот. А второе. Это то, что садят в ямку. У меня зло берет. Невероятное зло. Я когда нахожу такой пример. Скажите, откуда у железа в саду гниющий штамп? Ну, откуда? От верблюда. Смотрите. Итак, посадка была 3 на 3 на постоянные места. Гост, чтобы потом проезжать было, допустим. Чтобы было в конце концов 3 на 6, например. Вот. Ну, пожертвовал каким-то неудачным деревом. Уже не 3 на 3, а 3 на 6. Нормально. И вот тут получается, что когда Сергей раскоптал губу, когда было все посадено, а это было картофельное поле. Бывшее. Ну, соседи прикупили. Еще не заросло дерном. и он взял и быстренько, быстренько вдоль груши посадил. Сотни. То есть, как посадил? Вырастил саженцы на продажу. И несколько осталось навсегда. То есть, вот они растут, а нам же нужны черенки лишние. А пока еще места хватает, потом что-нибудь успеем. И получилось, что часть им наставляли. Вот он остался, до сих пор сидит. Но он сидит не на бугре. Посадку я же рассказывал про бугры. Вспомните. И специально подробный фотографик. Как вы с Сергеем садили, да? Все это вы видели. А это питомник. Никто бугр делать не собирался. Ну, и не был продан. И вот я лишний раз у меня уже несколько фотографий в моей коллекции. Это еще плюс одна фотография. Даже на ровном месте, даже если еще и не очень-то видите, еще не очень-то оно закрыто дерном, оно не очень закрыто мульчевой. Вот трава не сильно его это все равно сгнивает. Поняли? Все равно сгнивает. Потому что даже ровное место вот пошли неделю дождей и результат. Поняли? Вот то есть холмы, холмы, холмы. Возвращаемся к нормальному человеку, у которого спаслась волочная вишня, только потому что сидит на бугру. И это человек пишет не я. Сгнила бы, наверное, если бы в народной местности. Вот. А это мои доказательства. так. Ну, что еще поговорим? Один из клиентов Сергея схватил саженец. Этого саженца значит обрезали половину кроны, несмотря на то, что он находится в горшке. Все равно полукроны отрезан. Это раз. Но есть два принципиально разные мнения. Одно из них идет с глубины веков, когда ну, должен быть штаб, вот должен. То есть с нижней дрэ, это когда он однолетний, или секатором уже ветки вот такие, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, может 5, 10, 20. Я показывал 40-50 веток отрезается снизу и оставляет верхушку. А до верхушки штаб весь искалечен. Так? Вот. А я придерживаюсь принципиального мнения. Отрезаем верхушку, а не нижнюю. Это вопрос принципиальный. Я не могу понять, почему у меня так мало сторонников. И почему? Ведь человек только раз услышал, он же просто понять-то должен это. Ну, почему? Ведь они все долбят и долбят. Только включишь эту самую усадьбу. Держит сажен в руках. Такой полутораметровый, мощный. Чик-чик-чик-чик. Корни подровнял? Подровнял корни. Некрасиво. Когда корни вот так вот торчат в разные стороны. Некрасиво не верит. Сейчас подровняем. Вот. Понадел ран на корнях. Сократил их количество. Вот. Пару десяток веток нижних отрезал. Почти до метра. И дальше полметра уже идет штамп. Вот так. Голо. Тут все голо. А вот это вот, вот тут, вот это штамп. Фух. Смотрим сюда. Итак, я предлагаю делать все наоборот. Смотрим сюда. Вы видите видео. Я сделал этого самого. Два этих. Две фотографии прямо с экрана. Итак, вы видите улучшеная капулировка. Ой, я заговариваюсь. Вы видите прививка окулировкой, почкой. Она уже сделана. Это еще весна. Обратите внимание. А это не просто себе саженцев выращивают. А это самый настоящий плодопитомник. Видите, вот следующий ряд. Смотрите сюда. Все здесь написано. Весенняя работа с окулировкой. То есть, он весной делает штамп. Тот самый, который я ненавижу. Он делал вот так же такой только покороче. Слава Богу. Вот вторая. Смотрим сюда. Вот. Весенняя работа с окулировкой. Видите? И что получается? Теперь у него вот это все у нас в Сибири, на севере России в средней полосе России он просто замерзнет. Да, он будет жив. Почему? Потому что это самый-самый юг. Вот. Там вот эти штамбы не мешают ему выжить. Вот. Это юг России. Это Украина. Это может быть Белоруссия. Смотришь, там до 30 выдержит. А нам-то надо до 40. Вот чем беда. И вот это вот что получается. Если бы он взял он же на продажу все. Так густо они садят себе. Они же прекрасны. Все растут. Все нормально развиваются. Значит, это на продажу. И он искалечил сажен и теперь будет его продавать. Давайте теперь мои доводы сможем сюда. Вот. Это мой сын Артем. Так. Смотрим. Точно так же два самых нежных у меня растения догадались. Это персики. Но это не мои. У меня такие же. И черешня. Согласны, что это черешня? Смотрите сюда. Пошел в рост черешня. Так. Дальше мороз был под 40 или 40. Так. вот эти почки они остались под снегом. Согласны? Но это все ниже колена. Вот. Все эти почки ниже колена. Вот. А он уже не первый вот этот двухлетка. он уже укоренился, он уже казалось бы освоился на новом месте. Черта два. У него весь сам до этого. До уровня снега весь замерзший. Так, нет? А теперь представим себе, что в таком виде годом раньше, если взять, он был такой же, только поскромнее. Вот это все, где вы сейчас видите сухие ветки, здесь были листья. Так. Представим себе, что вначале мы у меня власть, я мечтаю на один день иметь, так сказать, такую власть на уровне министра там, допустим, внутренних дел, да, на день генеральской погоды, на один день. Я вызываю спецназ, я этих всех специалистов выбираю. Мы в интернете находим. Просто обрезка саженцев, самое страшное, правильная обрезка. Правильная есть такое. И там несколько десятков или сотен материалов. И везде надо вот так делать. Поняли, да? То есть снизу это везде. Везде. А я в своей власти нахожу их. они не прячутся. Всем бригаду спецназа, всех сами добровольно не поедут в Сибирь. Я в ссылку на один день себе. Их садят в самолет или там вертолеты, если поближе. И к железу. и годом раньше, когда все это было зеленое, так, я бы сказал, отрезайте. Они бы, как учат миллионы людей, отрезали бы нижние ветки. Так, отрезали. Вот видите, отрезали, вот она, смотрите, я же вас ничего плохому не учу. Смотрите, видите, вот она тоже высохла. Даже вот на таком уровне она замерла. Вот она, согласны? Вот, вот, плохо видно, вот она, вот она, намотана, и вот она еще одна. Все они мертвые. Вот скелетная одна, вторая, третья. А они годом раньше уже были. А теперь представим себе, что приказано до метра все отрезать. И это бы дерево было до сюда, вот, вот до сюда, как минимум, было бы все отрезано. Все они здесь скелетные ветки. И остались бы только в листьях вот эти ветки. Годом раньше они были, правильно? уже были. Так вот, остались бы только тут зелень, а здесь все сухо. Вот, потом бы я бы еще раз бы телевидение, все центральное телевидение представили своих меня же власти. О, они стоят и это самое, издевательски показывают. Ну вот, ваше дерево. Смотрите, вы отрезали нижние скелетные ветки уже, он ее пожертвовал. А верхние замерзли. Так получается. Зачем нижние отрезали? Ну, так положено. Тогда, я говорю, еще годик. И опять арестовать на один день, и опять на русике и ко мне. И теперь показываю вот эту уже фотографию. Вот, показываю, да? И говорю. Телевидение все снимает. Давайте теперь смотреть, какие ветки надо отрезать. Верхние или нижние? А вы знаете, что это дерево прошло сколько лет? 15, 10, 12. Оно до сих пор живо. Вот этот год страшный пережило, адаптировалось. Вот это, которую Артем держит вот этой левой рукой, вот это, а я ее выпрямил. И оно стало деревом, что сейчас одни кицы едят, я не могу это со стременки достать. Это дерево живо. А хотите убедиться в этом? А вот забор тоже легко убедиться. Как сказать, привязка к местности. Это я, говорю, артиллерист. Вот. Так вот, привязка к местности состоялась. Итак, значит, какие ветки надо отрезать? Верхние или нижние? А если я просто скажу, режьте нижние, мне доказать надо. А потому, что они знают точно, что дерево нижней скалетной ветки вредны. Вот это самое страшное. они еще вредны. А вот это, а не понять, что отрезая нижние ветки, они обрекают на смерть дерева, им голову не приходит. почему? Потому, что они сами сады не выращивают. Помните это самое, я флорист, это как ее фамилия, сейчас, 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 книгу напечатал, а потом эта книга, столько рекламы было, ой, а там летняя обрезка, осенняя обрезка, зимняя обрезка. Это зимой увечить дерево зимою, когда ни одной ранки не должно быть. Ой, фамилия, а может не стоит ее фамилию трепать, но книга-то в тысячах экземпляров-то издана. Сколько людей погубят деревья? Задали мне вопрос, вот, как, а у меня не оказалось подходящего, есть, конечно, где-то и фотографии, где-то фильмы есть. Ну как, вот вы говорите выше почки, а как именно? Под каким углом? Ну я так бодро говорю, под 45 градусов. А сколько отступить? И я растерялся. Вот, потом нашел вот это, у меня эта книга, одна из твоих книг, я нашел вот эту вот, одну из страниц, так, вот, и использую таким образом, смотрите, значит, здесь тема другая, тема, как сделать так, ну, я придумал закон сопрочинения почек, при прививках, закон, это специально, закон, закон, преследуется, это, вплоть до, до, до 10 лет тюрьмы, это шутка, у меня такая, если дерево растет, если мы отрезали вот так, то мы берем ветку, после, второй почки подвоя, это условно, после второй почки подвоя, должна, при собачьем, она быть, вот черенок, видите, между двумя этими, стрижками, вот стрижок, и стрижок, должна пойти, третья почка подвоя, то есть, вот она заменяет, поняли, да, вот, кто-то из вас, очень опытный, мне прекрасные рисунки, для книги сделал, вот это надо изучать, почему, потому что, бывает, вот она вот так, а при собачьем, вот эти почки, а у них несовместимость с нижними, и ни хрена не растет, или умирает, а люди даже знают причину, сопрочинение почек, это закон, это условно, после второй почки подвоя, третья почка привоя, вот она, то есть, вот эту вот третью почку, надо заменить вот эту, это в идеале, ну, а, так как тут еще, если вот это сейчас прочитать, вот, вот это прочитать, и тут оказывается, еще, тема, 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 я боюсь, надо ли это говорить, или не надо, именно сейчас, вроде бы мы сейчас, не на, нет при России компании, она в принципе есть, то есть, она недавно была, привыка почкой, недавно закончилась компания, кто приводит почкой, вот, но, до весны еще далеко, стоит ли вот, сейчас, аж, врывать вот этот текст, я не знаю, допустим, не стоит, вот, нижние скелетные толстые ветки, диаметр от карандаша до пальца, вот эти, вот до этого пальца, допустим, труднее остругать в виде косого среза, или клина, но результат превосходит все ожидания, мощный рот для двух и более метров, скороплодный, здоровый деревень, и одно из моих, это потом надо превратить в очередной постулат, для меня постулат, это те же законы, и так, если мы взяли ветку вот такую, вот такую, и вот такую, на подвое, присобачили к нее точно такую же ветку, прямое, то с этого, допустим, меня видно, мои пальцы, с этого получится, допустим, метровый, привык к земле, это святое, только я же не могу все темы сразу рассказать, почему в земле, привык к земле, вот такая вот, если умудриться, а даже вот такое сложное уже, косой клин сделать, ровненький, но, допустим, сделал, обмотал, получил метровый саженец, вот тут получил, полутора метровый, тут двухметровый саженец, а тут получил, два с половиной метра, допустим, если вот умудрился, вот такого вот клин сделать, это трудно, это надо, но это, странно, все профессионалом, и тогда получается, что, там, задним числом, я уже потом сообразил, чем мощнее, по двое, может быть, не обязательно однолетний, даже двухлетний, и вот на двухлетний, косой срез, смудрится сделать, толстый такой двухлетний, да присобачить, а у меня же, самый длинноветский, Елена Александровна Савельевич, вспоминайте, уже, мы уже когда смотрели, в июле, они уже были 20 метров, а в основании, они вот такие вот, но зато это самые, и вот стоит их только, вот самые толстые, вот так вот сделать, вырастает, такое чудо, вот они, тысячи цветочек, потек, закладываются в первый год, скелет, закладывается в первый год, потому что, это невероятно, а чтобы вам понять, не было, внимание, вот это вот слива, это однолетний, а вот это, моя гордость, это лучше мой год был, идеальная погода, каждый третий день дождь, вы знаете, что это однолетки, клянусь Богом, может быть тут, это самое, где-то там на дальнем плане, как-то двухлетка вклинилась, не все что-то, вот это целый ряд, у меня еще и другой, другой год, и там, еще она пониже меня ростом, моя племянница Даша, еще, выглядят еще эффекты, вот это, и есть то самое, вырастает за один год, взрослый, полносящий сад, за один год, но это надо учиться, учиться, как Ленин говорил, и учиться, и иметь специальную вещь, и я тогда думаю, наверное, на этом надо остановиться, вроде бы не сезон, а почему я, а потому что мне задали вопрос, просто задали вопрос, а под каким углом, над верхней почкой, отрезать, и как, сколько там, отступить сантиметра, миллиметра, от этого, от почки, отвечал на одну, ответил сразу, еще не полностью ответил, смотрите, друзья, дальше пошел нож, никогда вы этого не достигнете, начинаем с ножа, мне сейчас надо, маленькую рекламу сделать, значит, вот это мне присылает, очень хорошая женщина, это называется набор, вот этот нож, он заточен с двух сторон, и можно резать хлеб, причем, даже чтобы нарезать хлеб, сталь-то у него твердая, а он толком не наточен, видели, написано самурай, это самодел, не самоделка, а фальшивка, то есть, это не настоящий нож, это, ну, поделают под ножи, вот, и что получается, вон сюда, обратите внимание, он используется, только как, окулировочный, а называют-то прививочный, смотрите, вот на зеленый, смотрите, видите, отодвигают кору, все, только отодвинут кору, с помощью вот этой пяточки, больше ничего, так, а мне женщина присылает, а я ее использую, как антирекламу, и еще, а в наборе, понимаете, то просто нож, а тут бах, еще эту самую, сантехническую ленту, раз, и получился набор, и дорого, а она мне дарит, она мне сейчас лежит, для чего, а для того, чтобы вас отучать, от этого, она тоже не годится, вот эта пленка, она как сопля, тогда что получается, если это не годится, Антон Сафронов, который голос слышали, в самом начале, он дал добро на это, на трансляцию, да, он такие ножи, закупал партии, великолепный импортный нож, Сергей сейчас им пользуется, я ему предлагал, вот мой немецкий, он нет, ему тот понравился, он тощит получше, и все, вот, и мы прекрасно справляемся со своей работой, но, Антон Сафронов взял, и перестал их закупать, они подорожали, а ты пробуй, перепродай, то есть, этот источник и сяк, а простой человек, все покупает, понятно, заказал, получил, выбросил, не выбросил, ну почему, им можно это, из-под ногтей, грязь, допустим, выковыривать, из-под ногтей, вот, им можно, хлеб резать, хоть и плохо, но хлеб отрезать можно, все, то не выбрасываешь добро, вот, а это вот, значит, когда я рассказывал, что если я вот так вот делаю, и к этому надо научиться, вот это я застал, количество десятков, тысяч саженцев, которые прерывают, вот таким способом, я про это рассказывал не раз, вот это жуть, а люди же не знают, что им пришли саженец, где с одного боку прижилось, другой бок стесали, сантехники, то есть эти, не подсигаривые, не плотники, вот, и это официально самый крупный питомник России, вот, китайцы вот эти подвои вот такие выращивают, а эти подвои не могут такие выращивать, и получается, он кое-как приживается, и пошло по стране, вот с этой страшной раны, в основании саженец, представляете, а это я вот взял, и показал, как оно на самом деле, вот, я им показывал, как совмещать, ну, расщепил, вставил, две веточки вместо одной, да, ну, знаете, при руках расщепить, ну, железу уже сто раз показывал, еще покажу, ну, что, еще не хватало, вот, как кого вы видите, и чуть не сказал, кого имеет чужое горе, я не проговорил эту фразу, вот, сбагрили, и все, а там, а то, что у них дохнут, 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 тысячами, 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 никого не волнует, так, ну, что, будем заканчивать, давайте, уже пропускаю, пропускаю, сейчас, посмотрите, что-то цена, вот, еще, про детишек, про детишков, вот, эта девочка согласилась, я ее навязал, скажу, я буду твоим дедом, согласна, согласна, вот, эта девочка, это мой сад, 10 лет назад, здесь было голое поле, вот, после картофеля, голое поле, я показывал, как мы разрабатывали его, мы ничего не делали, мы не перекапывали землю, мы просто, эти холмы сделали, и все, и вот результат, пожалуйста, куда мне эти яблоки девать, я уже, это самое, было такое, только мне звонят, можно вас купить, там, несколько видов, нет, поедут гости, вот, они покупают саранцы, я им попутно, навязываю книгу, куда бедно, ну, три книги-то я продал за осень, и для меня это огромные деньги, учитывая, что сейчас мертвый сезон, три книги, по полторы тысячи я продал, а я же не просто, я же вожу по саду, угощу ямночком груши, сливкой угощу, вот, здорово, сегодня я, вишню угощил Жуковской, а последняя вещь осталась, как ее птицы не заметили, так хорошо висит, что это, прикрыто листьями, какая вишня, до сих пор цвета, последняя осталась грозочка, уже берегу, берегу для Елены Александровича, она поездку отменила, вот эта дама, вот, ну и сейчас покажу еще раз, эту девочку, вот, сарта Ленушка, угощали ее, вот, красота какая, все дети должны жить в садах, и у нас единственный способ, исправить положение, уже, уже 40-летний умирает, 50-летний умирает, я что, преувеличиваю или нет, как вы думаете, вот, которые полностью пришли на, благоприятный образ жизни, это когда на работе, в доме, плюс 20, 25, вот, одет тепло, быстренько в автобус, быстренько в личный автомобиль, на это самое, не успел замерзнуть уже в тепле, вот, конечно, есть мода там заниматься этими, самыми, на тренажерах, но это узко, это те, у кого делать нечего, человек наработавшись, не пойдет никогда на тренажерах, бегать, прыгать, тяжести, так сказать, не пойдет, понимаете, вот, и поколение уже подпорчено, есть такое слово, так же, как деревья, которые подпортили, они уже должны жить 100 лет, а они через 10-20 лет умирают, у людей та же самая проблема, жить в комфорте, люди должны мокнуть, мерзнуть, вот, у некоторых это связано с работой, тогда для них возвращение в тепло, становятся наградой, и наоборот, нельзя жить в комфорте, а дети, с их телефонами, топанными, я вас других слов не подберу, возвращать в сады, это единственный шанс спасти, вы мои детей видели, при любом удовании, а деньги нужны, поехали, вот тебе пять ведер, будет тебе это, а, о, кстати, вот она моя красавица, вот моя Софишка, вот, ну, и я уже последнее скажу, дело в том, что я прошло много лет, когда я последний раз показывал этот сюжет, почему, потому что я хочу докричаться до верха, мы как с братом, YouTube подвел, YouTube тормозит, YouTube сократил наших просмотров в два-три раза, нас и так мало было всегда, вот, а мне надо докричаться до верха, чтобы, вот сегодня он, случайно, допустим, где-то заглядывает, нам, это там, случайно наткнулся на какой-то из моих этих, назовем это, ну, эпизодов, вот, а завтра его назначили куда-то, а не обязательно по стране, может быть, до сих пор одного региона, когда-то мне рассказывали историю, я чуть не поверил, кажется, Липецкая область это было, где вдруг, губернатор, или что, это лет 20 назад, вдруг сказал, да берите землю, а нас уже зарастало, все, берите сколько хотите, ручьек берите, загородили, получилось узеро, запускайте кропу, вот такое было, не знаю, чем кончилось, я когда это слышал, у меня была в голове музыка, играла музыка, раз, второе, значит, якобы Тулеев, тогда, по-моему, на свете уже нет его, кажется, не помню, вот, когда-то был, пытался президентом России стать, и вот он губернатор, Кемеровской области, выгнал из области всех этих, кто продает саженцы, южное фальшивое, а они переехали в соседние регионы, и все равно продали, то есть, не помогло, и вот я, все время пытаюсь, есть закон о защите животных, закона о защите растений нету, смотрите, я сейчас рассказываю, одну из самых идиотских историй, реальных, для чего, потому что, нам нужен новый закон, убийство растений, приравнять к убийству, но если не людей, то хотя бы животных, потому что случай был, видите, написано, Абакан, Вести, этот случай, я только пересказываю, не я его сочинил, было спелено, примерно, 8 деревьев, ставили машины, возможно, эта машина, ну, тогда это была, может быть, шикарная машина, может быть, но дело в том, что с деревьев гадили, на машины птицы гадили, вот, и выбор был такой, или уничтожить, команда была, и вот эти деревья, были уничтожены, но самое главное, я еще не сказал, извините, прошло много лет, а я наткнулся на эту фотографию, много лет прошло, большинство не слышали этого, сейчас упадете со стульев, дело в том, что, откуда взялся сюжет, и так, птицы гадили, кто-то дал команду, не просто на это, написать, ну, типа, какое-то объявление, не ставьте машину, нагадят, нет, парковочное место важнее деревьев, деревья были спилены, а на них оказались гнезда, а те, кто пилил, считал, что это гнезда ворон, а оказалось, это гнезда грачей, и вот тут, гнезда с грачами, с птенцами упали, деревья-то спилили, и они падали, птенцы, и погибали вот тут же, на глазах у всех, говорит, это тот самый грачи, нет, не те грачи, не полевые, а грачи, ля-ля-ля-ля-ля, вечные, не помню всю песню, красивейшая песня про грачей, и они уничтожили гнезда, а потом приехала телевидение, и показала вот этих умирающих птенцов, умирающих птенцов из гнезда, вот, и вот понимаете, а это настолько просто, вместо того, чтобы просто предупредить, не ставьте машину, взять, уничтожить нас эти гнезда, а мы думали вороны, вот это вот, и есть наша действительность, а я еще раз говорю, сейчас на земле нужно, на 150 миллионов, нам нужно посадить миллиарды деревьев впервые, и не вот так, вот, это я тему длинную готовил, видите, первый учитель, первый урок, так начинается школьный год, так началось у меня, первый год, я садил с учителя, Мишли, так вот, вот это вот, вот это вот, хоть эту жуть, еще раз к ней, вот это отношение, которое не знает, не ведает, что творят, вот, и вот это вот, и есть современная жизнь, понимаете, переучивать надо всех, они сидят в этих, есть такие названия, называется, департамент, жилища, там, департамент, озеленения, и прочее, и везде, везде сидят, у них, диплома ни хера нет, сидят, занимают место, или, имея диплом, Алма-то все равно, им не прибавились, и вот это все, есть наша действительность, страшная вещь, ребята, вот, это все должно быть осознаваться на уровне первых лиц государства, я сейчас должен был бы взять, вот этот, сказать, брат, вырежь это, этот кусочек, когда я показал врачей, вот этих, умирающих, вот тут вот, вот, и я бы, как я раньше делал, открытое письмо, министр соседского, я несколько писем открытых, отправил президент, то есть, а реакция была, но я знаю, что еще раз я это сделаю, мне заблокируют, и YouTube, и YouTube заблокируют, понимаете, я не могу кричать громче, но, может, как-то дойдет все-таки, что нельзя так жить, потому что, нам сейчас нужно задание, не просто, у нас погибло 29 миллионов человек, посадим 29 миллионов деревьев, и миллионы из них, даже не проснутся, потому что чистая формальность, настоящая учеба, настоящие, это, уроки, это проводят какое-то, всероссийский диктант, я не знаю до сих пор, зачем он нужен, и в чем смысл, чтобы миллионы взяли ручку, вот, именно, учеба на уровне, я сам могу на уровне России проводить эти самые занятия, но уже не так, как сейчас, когда я воплю, а просто четко, это, 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 и команду, миллион моих книг, вот этих, особенно та, которая заменяет энциклопедию, миллионы книг, в каждой библиотеке, чтобы были, в каждой школе, вот, каждому ребенку вручить ее, бесплатно, миллионы книг, и вот тогда что-то сдвинется, и когда обратно, вся страна покроется лесами, исчезнут эти самые, по городам, которые превращают в реки, не будут трупы плыть, вот, и переполняться, и эти самые, дамбы, и рушатся, все, ребята, высказался, а вдруг когда-то, ну, мне же скоро уходить, я не успеваю, ни хрена, это уже, одно из моих мировых открытий, такое скромное, но я уже на него силу не могу тратить, все, заканчиваем разговор этот, сейчас, знаете, что я сделал, я загляну, так, не могу явить это лесоп, он не признателен, но этот человек мог спасти, стране, мировое открытие, железа Латинкова, мог, если бы не сказал, появились намеки, что вода строит организмы, ну, трудно было сказать, хотя бы гипотеза железа, Латинкова, тире, и вроде бы, молодец, первый вякру в стране, ну, так трусливо, ну, до сих пор, я говорю, мне уходить, я открыл, я сделал мировое открытие, взял помощь Латинкова, с его фотографиями, мировое открытие, вот этим, так же, как и этот самый, это уровень, Чарльза Дарвина, это высшая Чарльза Дарвина, вот, и ни хрена, не нужны нам свои дети, самое, открытие в стране, чтобы гордиться было чем, так, что их, а, если от Граны, кто-то пищал, а вдруг, что-то ценное, а, нет, нет, ничего ценного нет, а вдруг, потемь, так, все, мы прекращаем дозволенные речи, как говорила Шахерезада, так она говорила, и мы сейчас перейдем с вами в то помещение, где мы с вами будем дружно уже общаться на двоих, или как сказать, то есть это будет уже диалог, задавайте вопросы, вот, войти в комнату, на двоих, или как сказать, так, смотрим, 20 участников, ну, еще на другом канале, может, 20, вот, вся надежда на то, что скоро зима, и народ сюда вернется, потому что сейчас людям не до садоводства, вот, у кого-то урожай собирать, а у кого-то деревья мертвые выпиливать, тоже время надо, черт возьми, все, я на кухне, на 5 минут, простите за резкий тон, не могу я иначе, хватит инфаркта, помните, один раз или два, я прервал трансляцию, плохо было, а так, высказался, наоборот, полегчало, еще раз показываю, буду это, кто-то из вас подскажет, все-таки, или я зря, водку переводить буду, чтобы людям помочь, ноги вылечить, а у меня же ничего случайно не бывает, иду по рынку, здорово, здорово, а что ты тут торгуешь этими, вот этими, вот, что, что, это же полезнейшая вещь, да, да ты себя испытал, сделал на стойку, ноги вылетел, это мне говорят, те, которые, моего возраста, представляете, а у меня ничего случайно не бывает, все, друзья, я на кухне, 5 минут, не больше, 5 минут,